В этот день, 13 июля 1882 года, в крупных городах Российской империи впервые заработали телефонные станции. 13 июля 1896 года на Всероссийской промышленной выставке, проводимой в Нижнем Новгороде, был представлен первый русский автомобиль. Его создателями стали морской лейтенант в отставке Евгений Яковлев и владелец каретных мастерских Петр Фреза. 13 июля 1955 года вышел первый номер журнала «Иностранная литература». В этот день, 13 июля, родились Николай Бенуа, главный архитектор Петергофа, Валентин Пикуль, советский писатель, автор исторических романов. Исаак Бабель, советский писатель, известен своей прозой о гражданской войне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова И в 1917 году стал работать корреспондентом Петроградской газеты «Новая жизнь» и был принят в иностранный отдел ЧК. О Петрограде революционных лет он писал жесткой плесткой. Как в больничной мертвецкой каждое утро подводят итоги. Как в родильном отделении, изможденной от голода, непосильной работой бабоньки рожают несчастных и доношенных детей. Как комиссары, забивая до смерти малолетнего воришку. Болю и безысходностью начало веять и двор рассказов. В своем эссе «Дворец материнства» он писал так. «Надо же когда-нибудь делать революцию. Скинуть на плечо винтовку и стрелять друг в дружку – это, может быть, иногда бывает не глупо. Но это еще не вся революция. Кто знает, может быть, это совсем не революция. Надо бы нахорошо рожать детей. И это, я знаю, настоящая революция». В 20-м году Бабель ушел на фронт корреспондентом, сопровождающим Первую конную армию. Рассказы об этих впечатлениях он начал публиковать в 24-м году. И позже они заставили знаменитый сборник «Конармия». Что интересно, публика и критика очень хорошо приняли смачный язык рассказов. А вот один из главных героев «Конармии» – ее командир Семен Будены был оскорблен. «Оскорблен звероватым обликом всех персонажей, да и собственным не очень-то героическим. Требую защитить от безответственной клеветы тех, кого дегенерат от литературы Бабель облевывает художественной слюной классовой ненависти». И хотя «Конармия» получила буквально мировую известность, близким писателям и ему самому стало понятно, что он ходит по лезвию бритвы. Жена Бабеля эмигрировала в 1925 году в Италию и умоляла супруга покинуть Россию. Но тот остался. В 1930 году он приехал на Украину и своими глазами видел ужасы коллективизации, нашедшие отражение в его произведениях. Еще 9 лет Бабель дергал тигра за усы своими пронзительными рассказами, эссе и очерками. Но это не могло тянуться бесконечно. И в 1939 году писателя арестовали. Бабель обвинили в шпионаже и антисоветской деятельности, а также в подготовке террористических актов в отношении руководителей ВКПБ и советского правительства. Бабель подвергся страшным пыткам и оговорил себя. И несмотря на то, что на последнем судебном заседании он отказался от своих показаний, его расстреляли, а тело сожгли в крематории. После казни были опечатаны и забраны его архивы, 24 папки, а опубликованные произведения изъяты из печати. Реабилитировали Исаака Бабеля только в 1954 году.